Олега Бетина не так давно наградили знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта. Высшую награду ведомства вручил губернатору лично глава Министерства спорта и физической культуры Виталий Мутко. Почетное звание досталось Олегу Ивановичу за создание спортивной инфраструктуры и вовлечение населения к занятиям физкультурой. А вот в рассказово в сфере оздоровления назрела спорная проблема. Племзавод Арженко может остаться без спортзала. Спортивный зал в племзаводе Арженко – единственный оздоровительный комплекс в микрорайоне. Здесь тренируются футболисты, проходят матчи, занимаются волейболисты и также проводят соревнования. В соседнем зале обустроена площадка для греко-римской борьбы. Занятие ведет тренер Александр Смоляков, сын первого тренера и основателя борьбы в Рассказово Вячеслава Смолякова. Сюда же ходят заниматься и любители тяжелого спорта. В целом вся площадка спортивного зала занята и, как следствие, заняты дети и взрослые. Размеренный спортивный режим нарушился, когда речь пошла о закрытии зала. Причина кроется в не сложившихся отношениях нового руководителя племзавода Арженко Андрея Налимова и тренера Александра Смолякова. Спортивный зал находится в собственности хозяйства и преподаватель трудоустроен здесь же. Платит ему пять тысяч в месяц. А так как спортзал оборудован и есть необходимый инвентарь, тренер дает возможность заниматься в спортзале и взрослым, но платно. Я сказал, этот человек, раз занимается коммерческой деятельностью, значит, вот, пусть он оплачивает за свет, а потому что Арженко на себя идёт и брать не будет. Есть павалтерия, пускай она посчитает, сколько мы должны. Вот она сейчас посчитает и выстоит. Разговор между родителями воспитанников Александра Смолякова и новым директором, мягко говоря, не сложился. По мнению руководства Арженки, претензий к детям нет. Вопросы возникают к тренеру. Арженко, платит тебе заплату. А какой заклад? Вы просто извините, какой у меня заклад? Пять тысяч рублей. Потому что я, да, 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 а он ляжет и ничего не делает, я пять тысяч, лучше заплачу. И это несмотря на то, что Александр, единственный у нас тренер по греко-римской борьбе, продолжает дело своего отца, который в 67-м году зародил этот вид спорта в Рассказово. И сейчас у него занимается около 30 мальчишек. У нас в совхозе некуда ходить, не заниматься, не проводить это. Только один остался в спортзал. А в город тоже ребенка, 9-10-летнего ребенка. Например, у меня сейчас машин пока нет, собственно. На автобусе его отправлять тоже, видите, меня. Сейчас время такое, темнеет, вот не хуже рано. По темному он должен ехать куда-то в город, потом приезжать. Кто ее знает, что там, где. Каждый за ребенком своего переживает. Здесь дом культуры закрыт. Детям совершенно некуда податься, если еще не будет спортивного зала. И поэтому я обращаюсь от имени людей, от имени детей, которые занимаются в спортивных секциях. Надо, надо людям разговаривать на нормальном языке. Пусть нас услышат городские власти, пусть нас услышит районная власть. Все, если мы захотим, решаемо. Только надо захотеть. Пути решений можно искать и вместе, но до сегодняшнего момента при разных руководителях племзавода проблемы со спортзалом и содержанием персонала, который, к слову говоря, состоит из тренера и уборщицы, не возникало. От того, как решится этот взрослый вопрос, зависит, будет ли у детей целого микрорайона возможность заниматься спортом. Юлия Хлыстова. Новости ТВ Рассказываем.